Псалом сорок восьмой, начальнику хора, сынов Кореевых, Псалом. Слушайте это все народы, внимайте этому все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богаты равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают равно, как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилища их. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним и слава его, Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.